Эй, йоу! Всем бит-народ! С вами Никита Бурый, эки-эйо, диби-диби-диджей Ни Браун. И сегодня мы поговорим с вами на очень важную тему, которая беспокоит любого битмейкера. Где взять сэмплы? Я уже делал видео на эту тему, и в прошлый раз мы заценивали такой крутой сервис, который называется Sample Pool, и мы заценили Sample Pool от компании Splice. Если не видели, ссылочка в правом верхнем углу. Когда мы заценивали Splice, вы понимаете, что этот способ подходит буквально всем, потому что у каждого есть ноутбук и интернет. Но способ, о котором я буду рассказывать сегодня, подходит буквально единицам. Но в конце видео тебя ждет лайфхак, потому что я тебе расскажу, как пользоваться этим методом абсолютно бесплатно. Погнали! Где взять сэмплы? В этом выпуске я хочу поговорить с вами о таком крутейшем способе создания сэмплов, как винилрип, или, проще говоря, оцифровка виниловых пластинок. Это классический метод сэмплирования, который использовали битмейкеры, которые начинали еще в 90-е. Но многие им пользуются и по сей день. Сейчас же поговорим о плюсах этого метода. Первое. Это виниловое звучание. Винил очень гибкий в обработке, и с ним легко и приятно работать. Второе. Это аналоговая запись. То есть вы буквально записываете целую группу через свой звукосниматель. Третье. Сэмплы, которые вы записываете с виниловых пластинок, их невозможно отмаркировать как цифровой сигнал. Поэтому, если вы нещадно воруете чужие звуки, делая это с виниловых пластинок, вы рискуете сильно меньше. Четвертое. Это моральный аспект. Вы буквально заплатили за каждый используемый вами звук. Ну, не считая тех случаев, когда вам эту пластинку подарили. В этом случае за вас заплатил кто-то другой. Но немного о минусах. Первый и самый ключевой, как я это вижу, это дороговизна этого метода. То есть платить придется буквально за все. Каждая виниловая пластинка стоит денег. Виниловый проигрыватель, который вам необходим, тоже стоит денег. Еще вам понадобится микшер и звуковая карта. Но здесь есть маленький лайфхак. Виниловые пластинки фирмы Melodia стоят сильно дешевле западных аналогов. Но твоему Акаю или Аблетону все равно, какой фирмы эта пластинка. Главное, чтобы это был качественный звук, который ты можешь использовать. Я сам лично очень часто использую советские сэмплы в своих битах. Ну и последний минус, это то, что надо во всем разобраться. Как что подключается, что откуда идет и куда заходит. Но об этом мы поговорим дальше. Что же нужно для оцифровки пластинок? Виниловый проигрыватель, фонокорректор. В моем случае функцию фонокорректора выполняет микшер. Также вам понадобится звуковая карта. И здесь меня снова выручает микшер, потому что в мой микшер встроена и звуковая карта. Но помню, были времена, когда у меня не было этого микшера, и я пользовался обычной звуковой картой. Также для пользователей Акаи хочу сказать, что в MPC уже есть встроенный фонокорректор. И вам по факту необходима всего лишь вертушка. И здесь нам более детально нужно поговорить про сами проигрыватели. От того, какой вы выберете проигрыватель, будет зависеть ваша звуковая дорожка. Какую выбрать вертушку для сэмплинга? Простой ответ, не самую дешевую. Но есть вертушки за 5000 рублей, за 50 и даже за полмиллиона. Разница здесь в компонентах. Проще говоря, самые дешевые вертушки делают из говна и палок. А в самые дорогие ставят самые уникальные и навороченные компоненты. А вот профессиональные диджейские проигрыватели от таких компаний, как Technics, Vestax, Stanton или Newmark, будет подходящим вариантом. И сразу скажу, что у всех виниловых проигрывателей есть свои характеристики, которые вам могут быть нужны или нет, исходя из ваших задач. И если это всего лишь сэмплинг, то можно взять самую простую диджейскую вертушку, но потратиться на иголку. Так как она больше важна при запись. Кстати, если хочешь отдельный выпуск про вертушки и какую вертушку нужно выбрать в каком случае, напиши в комментах. Не сильно понимаю, насколько актуальна эта тема, но если ты хочешь об этом узнать, дай мне знать. По своей сути, игла это самый главный считыватель информации с виниловой пластин. И на нее надо не поскупиться и обязательно научиться ее настраивать. И когда я все подключил, я уже на компьютере выставляю необходимые каналы и начинаю записывать. И чаще всего я работаю с большим количеством пластинок, создавая целый пак сэмплов. А потом уже ими наполняю свои биты. Но можно выбрать и другую стратегию, когда ты выбираешь одну пластинку и работаешь над битом с этой пластинкой. А теперь самое главное. Как же получить все то, о чем я вам рассказывал, и при этом не потратить ни копейки? Первый способ это подписаться на мой телеграм-канал. Там я уже опубликовал один сэмпл-пак, который нарезан полностью с виниловых пластинок. И с увеличением числа пользователей там будут появляться новые сэмпл-паки. Сейчас я решил, что буду выставлять новый пак, когда у меня будет появляться сотня новых подписчиков. Пока что там 120 человек, и там висит один сэмпл-пак. Но ты знаешь, как получить второй. Нужно подписаться и ждать вторую сотню подписчиков. Ну и, конечно же, в интернете есть масса пользователей, типа меня, которые оцифровывают виниловые пластинки. Надо только поискать то, что тебе подходит. По ключевым словам, винил рип. Также я знаю, что на сайте Рутрекер есть целый раздел с оцифрованными пластинками. Но когда качаешь такие файлы, обязательно ищи, чтобы они были без сжатия. То есть в формате WAV или FLAC. И напиши в комментах, используешь ли ты виниловые пластинки в своем творчестве. А также, если ты хочешь записаться на онлайн-урок со мной, обязательно переходи в описание. Там есть все ссылочки. Ставь лайк этому видосу. Ну а мы с тобой еще увидимся. Peace!